Трагедии Любови Полищук. Почему в речи не смогли спасти русскую Софию Лорен? Зрители запомнили Любовь Полищук яркой и жизнерадостной. Облик актрисы не вызывал сомнений. В её жизни всё отлично. Но настоящая правда состояла в том, что советская кинозвезда имела не самую счастливую судьбу, а конец её жизни и вовсе оказался трагичным. Актриса умрала от злокачественной опухоли позвоночника. Уже будучи очень больной, она снималась в сериале «Моя прекрасная няня», где играла маму главной героини. Никто на съемочной площадке не догадывался, какой подвиг совершает она, появляясь каждый день перед камерой. Звезда советского экрана говорила, что не может без работы. Именно благодаря своему труду, Любовь добилась всего, что имела – обожание зрителей и достатка интересной жизни. Она страшно боялась остаться без дела и до последнего ходила на съемки. Любовь Полищук мужественно боролась с саркомой, но болезни её приведить не удалось. Несмотря на старания лучших врачей, поддержку родных и помощь друзей, ей становилось всё хуже. За свою долгую карьеру Полищук снялась в 89 фильмах. Миллионы телезрителей запомнили её яркие роли в картинках. «Интердевочка», «12 стульев», «Моя морячка». Говорили, что болезнь позвоночника спровоцировала травма артистки, которую она получила снимать с комедии «Марка Захарова. 12 стульев». В сцене, где Андрей Мирон охраняет ее на земле в танго страсти, якобы убрали страховочный матрас. И актриса сильно ушиблась. Позже на одной из репетиций спектакля с Константином Райкиным Любовь Полищук выбила три межпозвоночных диска. «От дикой боли прямо на сцене я упала без сознания. Более полугода я там провела в неподвижности, с корсетами и об избаливающими блокадами», – рассказывала она. Третий раз повредила позвоночник в страшной аварии. Я не отказалась от работы и вышла на сцену, хотя медики диагностировали ей смещение шейных позвонков и сотрясение головного мозга. Полищук не могла позволить себе сорвать премьеру плеса. В 2005 году здоровье актрисы ухудшилось. Любовь была госпитализирована в больнице с сильнейшими болями. Ей удалили часть поврежденного позвоночника и заменили несколько позвонков на импланты. Через год, пройдя курсы облучения и химиотерапии, она подреждая продолжала появляться перед зрителями. Боролась со смертельным недугом, снимая нестерпимую боль энергетиками. Сын актрисы вспоминал, как мама приезжала с мужем Сергеем в октябрь буквально за несколько недель до смерти. Они устроили там прием, пригласили много гостей. Мама вся на блокадах, с дикими болями в спине. Весь вечер провела с гостями нарядные в туфлях на каблуках. Да еще хохотала и пела, делился Алексей Макаров. Ее близкие и коллеги до последнего момента верили, что Любовь под еще поправится. Она не захотела оставаться в больнице, куда ее доставили очередной раз. Она припошла умереть дома. 28 ноября 2006 года актриса не стала.